Вчера в праздник святой великомученицы Екатерины, небесной покровительницы Екатеринбурга, а по факту в трехсотые именины уральской столицы, в пространстве фонда Нобелинского 19 прошло чествование юных Екатерин, родившихся в окрестностях 7 декабря плюс-минус. Инициатором чествования выступило управление ЗАГС и недавно создано Екатерининское общество. То самое, которое организовало создание мурала святой Екатерины, ну, эдакой 3D-иллюзии на стене корпуса Урфу на Куйбышева. На сегодня, судя по статистике, имя Екатерина не является особо популярным в России. В первой топовой тройке оно было в 80-е, в 90-е годы, потом постепенно стало выходить из моды, и сейчас даже не в десятке. Самое популярное женское имя в этом году – София, но это так для справки. И Екатерининское общество решило не просто поздравить Екатерин с именинами, их личными и их родного города, но и простимулировать родителей, называть новорожденных девчат именем нашей небесной покровительницы. Всем катюшкам-малышкам, которые смогли по вчерашнему морозу добраться до пространства фонда, а к остальным, кстати, заехали домой, вручили цветы и коробку с подарками нужными малыхам, среди которых молокоотсос, лактационные вкладыши, аспиратор, расчески, маникюрный набор и автомобиль! Ну, в смысле, зимний комбинезон-трансформер. Согласитесь, хороший подарок от Екатерининского общества просто за имя. Общество СТЕ Екатерины – это общество людей, екатеринбуржцев, людей висковых облённых, которые собрались вокруг того, чтобы как-то Екатеринушка наша оставили полученца, чей день мы сегодня участвуем, и вся церковь участвует, чтобы она как-то всё-таки в нашем городе приживалась. Сегодня мы хотим такую вместе с вами традицию зародить, чтобы в этот день каждый год в Екатеринбурге чувствовали уже сразу какую-то, пусть может быть небольшую, может быть, где-то не каждому понадобится то, что в этой коробке есть, но мы постарались как-то так вот учесть. Представьте, у Екатерины есть целый город, названный Чесник. Ну и вообще, да, мы, когда выбирали имя, мы говорили о том, что она родится в Екатеринбурге, пусть она будет Екатериной. Нам очень нравятся супругам исконно русские какие-то имена, имеющие какую-то историю, и помимо этого нам кажутся эти имена благородными, величественными, поэтому вот именно такие выбирали имена надежды Екатерина. Ну потому что имя достаточно сильное такое, могущественное, благородное. Екатерина Дмитриевна очень красиво звучит. Хотелось бы поблагодарить, что проводите такие мероприятия. Это прежде всего поддержка и родителям, и детям. И очень приятно, что организация такая хорошая. Вот, в общем, спасибо. Спасибо.